Салем Ду Стар, у нас сегодня третий выпуск, Хаким Мукарам, главный герой, давайте заценим. GG шоу! What the fuck? Дорогой зритель, сейчас перед тобой предстанет шоу коротких фильмов главный герой. Если тебе нет 18 лет, съебься на хуй! Давай, выключай экран и шуруй отсюда! Но если тебе есть 18, то приятного просмотра! Спасибо! Хаким, добро пожаловать на наше шоу! А кто это говорит? Хаким, сразу ли вы согласились принять участие в нашем шоу? Слушай, а что ты спряталась? Может выйдешь, познакомимся, пообщаемся? Какую роль вы бы хотели сыграть в нашем шоу? Я бы хотел сыграть роль твоего принца, малышка. Как вы думаете, почему именно вас пригласили для этого выпуска? Че, хочешь меня? Что бы вы хотели получить от предстоящих съемок? Ну ё-моё, ну тебя я хочу получить! Че такие вопросы возбуждающие, наводящие задаешь? А я не пойму тебя. Уф, ладно, я устала уже. Но все равно с вами ничего не получится. В смысле? Почему это? У меня вообще-то парень есть, и он работает в навигационной службе, если что. Где работает твой парень? Через 300 метров получишь пизды. Кто это? Через 100 метров кину на прогиб. Все-все-все, братан, че ты успокойся? Сказал бы, что твоя девушка. Не киньте меня вообще в свою любовную историю, ладно? Все, ребят, давайте начинать. Один из дин. Короче, это совместно. Мы так решили, что это совместное шоу Кыргызстана и Казахстана. Но вообще все это не важно. Важно то, какой делают контент, ребята. Давайте больше не будем спорить по этому поводу. Я повторюсь, пожалуй, в 100-пятисотый раз. И скажу то, что заставка очень прикольная. Каким мухарам. А режиссер по-любому красавчик. Ограбление. Так, всем оставаться на своих местах. Это ограбление банка. Мальчики, мальчики, я извиняюсь. Вот возьмите, это вот тебе. А это вот тебе. И погуляйте, пожалуйста. Ну не мешайте, тут люди работают. А вы кричите вот это. Мешайте. Я повторяю вашу мать. Это ограбление банка. What the fuck? Их, что я боялся. Все, давай, давай, давай. Леш, на пол. 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 Так, ты. Куда церковь, быстро? Ну, у меня нет куда церковь. У кого есть? Управляющего. Домер управляющего. Жире, зире. Ну, вот их, вот его визитка. Где мой телефон-то? Телефон. А, вот. сейчас находится у меня в руках если ты пицкнешь, свои мозги разлетятся по всему банку, ты понимаешь это, говори Сапар Муратович, можно код от сейфа, пожалуйста? Вот, не отвечает Васильичка, я сейчас разговаривать не могу, перезвоню Сапар Муратович, это заграбление! Не охоти, штука! Блин, она вызвала копов! Я же знала, что что-то будет не так надо! Надо успокоиться, надо успокоиться Ха-ха-ха, Сапар Муратович Ха-ха-ха-ха, эээ, ты чё делаешь, нахрена ты в банке куришь? Мы же его грабим! Не надо успокоиться, я волнуюсь Короче, клади все эти бабки, которые на столе Так-так тут же ничего нет Закрой рот, я сказал, клади все бабки вот в это Ну и что? Быстро, быстро, жалея! В-в-в-вот так, да? Да, быстро! Быстро, конечно! Ещё давай, ещё клади вон тебе Под столом Вот эти, да? Да, клади, клади Не роняй, дура, ё-моё, сядь на место! Э! А ну-ка, отпустили быстро всех! У меня в руках граната сейчас здесь всё взорвло! Мужик, ты этот, успокойся, сядь на своё место, хорошо? Да, мужик, натуре, давай вдвоём успокоимся, всё, не надо делать глупостей, смотри. У нас здесь мешок денег, мы можем с тобой договориться. Да ни хера мы с вами не договоримся, понятно? Ложись! Ты чё, дебил, что ли? Ты же ни хрена не кинул! Чё за хер у меня происходит? Внимание, вы окружены! Станьте своё оружие, вы хотите испортиться грудами! Попробуем! Вы окружены! Станьте оружие, вы хотите испортиться грудами! Чё? Чё? Надо успокоиться! О, щас! Животник! Эй! Я же тебя попросила не хурить, ёптёк! Ну, чё ты делаешь? Не надо хурить! А что ты успокоиться? Какой успокоиться? Пойдём под ней, все на крыльях, я понял? Зверь, зверь! Я один наверх, вы здесь ждёте моей команды, понятно? Да. Кто это? Ну, возьми! Всё, 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 всё! Стой! Парень, не горячись! Я без оружия! Я переговорщик! Просто узнать ваши условия! Как вас зовут? Ха! А ты даже не узнаёшь меня в маске, Виталик? Откуда ты знаешь моё имя? В маске? В маске, оказывается, ублюдки. А ты знаешь, когда меня уволили со спецназа, ты даже не заступился за меня. И я оказался на дне. И меня даже бросила Айджана, ты понимаешь? Вот, вот, посмотри на неё! Посмотри ей в лицо! Господи, почему она такая худая? Да потому что она была в депрессии. У неё не было денег, чтобы платить по счетам. И я никак, никак ей не мог помочь, понимаешь, Виталик? Но сегодня я отомщу за неё. Прикольно. Вот он тоже круто отыгрывает. Стоп снято! Твою мать! короче они тебя убивают же тебе подлетает этот полицейский виталий берет и такой нет темные экраны продолжение следует как тебе это очень нравится учить через час снимает пока готовится будем сейчас там капец форс-мажор что случилось реквизитор не приехал у нее капец понты там какие денег нет на трасс у нас следующий скетч с реквизитом что будем делать на реквизит давай без него с ним ну вот это вот не надо кстати как тебе ремонт тоже классно то что и очень ремонт затеяла уютно стало прям слушай кстати установил нам такую систему называется умный дом смотри-ка классно свет выключается а вот так вот включается вот так вот реклама включает ну если честно это же так банально в принципе этот умный дом у всех есть я же люблю выделять решила отличиться и еще одну систему у нас установила называется детектор лжи но это специально значит для влюбленных пар для того чтобы это и сближало чтобы они не обманывали друг друга ну в общем так подожди-подожди а вот этот детектор лжи это че такое ну смотри это такая система по нашему дому установлены датчики датчики к нашему пользу и когда мы с тобой начинаем друг друга обманывать включается вот такой вот звук ну если честно это не дешевое удовольствие пять тысяч долларов но это же для нашего же блага подожди опять ты пять тысяч долларов ты больная что ли я тебе скажу а больная что ли сужи чтобы я вот эти вот бабки заработать я с утра до ночи впахиваю как лошадь я работаю с утра до вечера до ночи прям ну как с утра с обеда я работаю до ночи я вообще нам не нужен мне кажется вот этот детектор лжи потому что мы же никогда друг друга не обманывали мне кажется он у тебя не работает потому что он то включается то включается вообще зачем ты вот это взяла блин я не женщина я огромная треска по имени матильда вот видишь он прекрасно работает подожди ты мне чуть-чуть не договариваешь нет конечно ты мне изменял когда хоть когда изменял с кем с женщинами изменял мне кажется или ты специально вопросом на вопрос отвечаешь отвечаю вопросом на вопросы как это я отвечаю так давай без вопросов хорошо отвечай мне пожалуйста честно кто такой старший автослесарь скажи мне пожалуйста почему этот саша пишет тебе приезжай я тебя хочу ты знаешь вот в этом мире существует гей и эти геи иногда пишут таким симпатичным мужчинам как я вот я тебя хочу там всякую ерунду ты издеваешься да скажи мне пожалуйста честно саша это он или она ты знаешь я вот когда вы последний раз на из того машину свою загонял я даже не обратил внимание у этого саши есть член у него нету я в следующий раз поеду обязательно посвозь так успокойся а ты мой муж изменял ли мне своей жене во время нашего брака а это двенадцать лет и восемь месяцев просто ответ мне изменял или нет да или нет ты можешь нормально сформулировать свой вопрос ты же видишь я нихрена не втыкаю в то что ты мне говоришь ё-моё вокруг науклах что-то водит сама ходит но я же нихрена не понимаю ты размытые же вопросы задаешь блять а чё не писи ты если он понимает да ты мне вот скажи ты мне изменяла вот а когда да хоть когда с кем с кем угодно изменяла нет ты мне ответь нормально а с кем я я я с кем подожди подожди мне кажется или вопросом на вопрос сейчас отвечаешь а я не я нет не отвечала вопросом на вопрос вообще что ты копался до меня а поругаться до захотел поругаться захотел встал мне по столу хлопает я вообще-то это все знаешь ли кого делать нашли кого для нас с тобой это дело для нашей любви и гармонии блин смысле что ну мы не обманывали друг друга я просто у динары увидела то что такую фигню захотел ты уже мне нашла у кого пример братья мой ты знаешь у этой динары семье у нее тоже неполадки есть знаешь может вообще тогда нафиг ее уберем ну конечно надо убрать это что я вообще-то динару послушала блин да вообще это динара я тебе скажу так она между прочим сама своему мужу изменяет хуй ты заметил звука не было откуда ты знаешь что она изменяет так этот сказал кое-кто просто да я бы этот услышал просто там краем уха где-то спалился чувак непосредственно свидетелем ее измены вот так вот пойду ты сама сказала это детектор лжи отключить я пойду узнаю у динары как эту хуйню выключить а ну да узнаю узнаю щас жестко узнаю у него щас страшно уточню прям сука динара я тебя люблю с такая металл моя игла Короче, брат, я так тысячу раз делал. Сейчас самое главное, нам нужно найти Тадеша. Тадеша? Брат, тогда все поймут, что мы с вами скорбьем. Тише, не так громче, а спалишь на здесь. Это он вон от того столика. Кажется, я знаю, с кем мы уедем сегодня. Мальчики у меня так рассмешили, знаете. Кстати, познакомьтесь, это Елена Степановна. Она, между прочим, в прокуратуре у нас работает. Ну зачем? Ну кому ты? Ну все, пускай знают, с кем сидят, девушки и кошки. Меня Алинур зовут, а это мой друг Даниэль. О, прям Даниэль. Ну что, пить будем что-нибудь? Мартини, Лонг Айленд, Дайкири, может, а? Нет, мы не такие, мы мартини не пьем. А что вы пьете? Водки. А, все-все, мы извиняемся, такие приличные мальчики. Так вы водочку пьете, да? Молодой человек, можно нам водочку с огурчиками, да? О, смотри, смотри, эскортники. С чего ты решила? Может, они не эскортники? Что-то вы эскортники. Вон-то вот мы сделали, видишь? Я же его в Инсте видела. Капец, у него там фотки. Каждую неделю где-то тусит, прикинь. То на Мальдивах, то на Бали. Еще на всех фотках строго один. И? Ну что, и? Кто его фотает? Думаешь, Радаке? Если Радаке, тогда что он фотки Радаков не закидывает? Стоп, удал, какие мерзкие, понючие татяшки его фотают. Ну что, мальчики, рассказывайте, где работаете? Здравствуйте, Татья. Не хотите купить своим парням сигареты? Да, нет, наверное, не надо. Ну, посмотрите, какие красивые. Грех будет их не угостить сигаретами. Что, будете, нет? Нет. Не надо. Ой, да ладно, блядь, не буду. Да нет. Давай, два сделаем, два. Две пачки организуем. Ну, мать, идем, его. Покурите посидим. Ну, сидите. Так, сейчас, тишина, блядь, затнули себя. Да, дорогой? Ничего, да, сидим вот с Еленой Степановной, задержались чуть на работе. Ну, сейчас, да, бумаги перебираем, поздно буду, походу, ну. А че ты орешь, блядь, на меня, я не пойму? Че ты орешь, блядь, начало орать? Ты тоже, блядь, характер, блядь, показываешь. Слушай, ты че думаешь, яйца отрастил, и все, что ли, блядь? В наших отношениях че-то поменялось, думаешь, блядь? Ты не забывай, кто тебе бабки дает на эти яйца? Не, не надо плакать. Че ты платишь? Зачем вот это вот? Да я тебе, блядь, трубку бросил. Сука, вот типичный мужик, блядь. Безья Жулдуза, можешь подойти, пожалуйста? Да-да-да, Хадича Фархадовна. Смотри, в чай летишь домой, короче, в там ушках всегда, блядь, в истериках, разрыдался. Иди там, пиво возьми ему, че он там любит. Возьми его кента по пути, Борю. Пускай они там вместе фифу покатают, чуть успокоятся, ладно? Разрулишься в ситуации? Все, хоп, сделаем, шеф. Давай, Жулдуз верю тебя. Извиняюсь. Да, капец их будущих жен, жалко. Да они, походу, на раз попробовали и затянули. Самое обидное, они даже не посмотрят в нашу сторону. На простых, обычных девушек, как мы. Им все, вон, богатеньких татишек подавай. Ты че, гонишь, нафиг их надо? Вот я бы, например, такого мужа себе не хотела бы. Надо найти такого обычного малолетку и воспитать его под себя, и все. Вот-вот. Тупудов сейчас таких нет. И вообще, девственника бы. Че, гонишь, что ли? Девственников сейчас вообще нет. Сейчас каждый второй чпукается. Ну, че, мальчики, титики мять не будем, может, в коровке поедем дальше больше? Если честно, в коровке не особо охота. Ну, давайте тогда PlayStation там, да? Да? Вот именно PlayStation можно было бы. Да не, я, наверное, домой поеду. Что-таки поздно, родители дома ждут. А ты че? А я без друга не поеду никуда. Даниэль, можете я на секундочку? Да, поговорите, поговорите. Слушай, Амдулла, ну, че ты начинаешь? Даниэль, да нет. Даниэль, какая разница? Я тебе говорю, вот мы сейчас нормально поедем, культурно посидим. Ну, вы же приставать будете. Да я тебе клянусь, никто тебе приставать не будет, господи. Посидим. Хотите, вы просто будете играть, а мы рядышком просто. Ну, если поиграть, то можно чисто порубиться, да? Конечно, да. Пойдем. Пойдем, мой хороший. Ну, что ты прям? О, смотри, их уже уводят. Я же говорила, эскортники. О, девчонки, че, может, познакомимся? Нет, нет, спасибо. У нас тут просто разговор. А, ну, окей. Только что уже хотела познакомиться. Капец, мне вот такие пацаны шлюхи раздражают, которые вот сами подходят и на шею вешаются. Капец, сейчас парни жестко испортились. Да, короче... Слушайте, а как вам главный герой этой передачи, а? Ну, полная хуйня. Прям отвратительно. Во-первых, человек прям поганный. Во-вторых, играет, как кусок говна. А в-третьих, воняет ужасно, как будто антилопа сдохла, ее крот трахнул. Ты сейчас про Хакима? А я думал, ты главный герой. Да нет. А Хаким нормально, нормально. Я аж испугался. Слушайте, а может быть, позовем на следующую передачу Эльдана Фор Райс? Вопрос. А кого она будет играть? Женщин или мужчин, а? Так, у нас передача толерантная, поэтому пусть кого хочет, того и играет. Хочет, пусть и черножопых играет, жидов, карликов, педерастов. Толерантно. Толерантно. А вы знаете, я считаю, что люди сами в комментариях должны написать, кого нам позвать. И подписаться на наш канал, и нажать колокольчик. А нам, будто это все дико смешно, рассмеемся и замрем. Это что-то новенькое. Ну, собственно, тут, по-моему, ничего и не произойдет. Тяжело удержаться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Так, ну чё, они просто тупо просидели, как всегда, вау, как это круто, зачем мне писали посмотреть, смотреть до конца, ну, типа, я уже всё в первом выпуске ещё выкупил. Так, неплохой выпуск, в принципе, понравился мне первый скетч, типа, так скажем, но не понравилось то, что они там, типа, объяснили, а, давай, вот, поворот с съёмкой, типа, стоп, снят, конечно, прикольно, но вот потом эти объяснения, типа, а, блин, реквизита нет. Это лично мне не вкатило. Вот, про умный дом и обман этот, заезженная тема, капец вообще, ну, просто сама тема. Но сыграно, прикольно, показано, тоже прикольно всё это дело. Ну и вот последний он вообще мне особо не вкатил. Как-то вот, ну, короче, на спад пошло. В принципе, сам главный герой неплох здесь. Но мне пока больше понравился, вот, в предыдущей серии, так скажем, кто там был-то? Ильяс Джапаров. Вот он, я смотрел просто и улыбался. Прям дарил позитивные эмоции. Ладно, ждём следующий выпуск. Завтра будет, наверное, так же, хер знает во сколько. Короче, ну, я думаю, вы понимаете, да, то, что надо этому видео поставить лайк, так как каждый день снимаем, монтируем для вас видосики. Почему я о себе говорю в множественном числе, не знаю. Каждый день для вас снимаем, монтируем видосы. Так что ставьте лайк этому видео, пишите комментарии. Нужна поддержка. Подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.